Параграф 4. Товарный фетишизм и его тайна. На первый взгляд товар кажется очень простой и тривиальной для всех известной вещью. Его анализ показывает, что это вещь полная причуд метафизических сверхчувственных тонкостей и теологических ухищрений. Как потребительная стоимость он не заключает в себе ничего загадочного. Будем ли мы его рассматривать с точки зрения тех свойств, которыми он удовлетворяет человеческие потребности, или самые эти свойства будем исследовать как продукт человеческого труда? Само собой понятно, что человек своей деятельностью изменяет формы природных материалов в известном полезном для него направлении. Формы дерева изменяются, например, когда из него делают стол. И тем не менее, стол остается деревом, обыденной, чувственно воспринимаемой вещью. Но, как только он делается товаром, он превращается в чувственно-сверхчувственную вещь. Он не только стоит на земле всеми своими четырьмя ножками, но становится предлецом всех других товаров на голову. И эта его деревянная башка порождает причуды, в которых гораздо более удивительного, чем если бы стол пустился по собственному почину танцевать. Напомним, что Китай и столы начали танцевать как раз в такое время, когда весь остальной мир находился, по-видимому, в полном покое, для поощрения остальных. Мистический характер товара порождается таким образом непотребительной его стоимостью. Столь же мало порождается он содержанием определенной стоимости. Потому что, во-первых, как бы различны ни были отдельные виды полезного труда или производительной деятельности с физиологической стороны, они во всяком случае являются функциями человеческого организма. И каждая такая функция, каково бы ни было ее содержание и ее форма, является по существу своему тратой человеческого мозга, нервов, мускулов, органов чувств и так далее. Во-вторых, то, что лежит в основе определения величины стоимости, а именно продолжительность таких затрат или количества труда, уже непосредственно, осязательно отличается от качества труда. При всяких условиях то рабочее время, которого стоит производство средств существования, должно было интересовать людей, хотя и не в одинаковой степени на разных ступенях развития. Наконец, раз люди так или иначе работают друг на друга, их труд получают тем самым общественную форму. Итак, откуда же возникает загадочный характер продукта труда, как только этот последний принимает форму товара? Очевидно, из самой этой формы. Равенство различных человеческих работ приобретает вещественную форму в продуктах труда, как представляющих одну и ту же субстанцию стоимости. Измерение затрат человеческой рабочей силы их продолжительностью получает форму величины стоимости продуктов труда. Наконец, те отношения между производителями, в которых проявляются эти общественные определения их работ, получают форму общественного отношения продуктов труда. Следовательно, таинственность товарной формы состоит просто в том, что она является зеркалом, который отражает людям общественный характер их собственного труда, как вещественный характер самих продуктов труда, как общественные свойства данных вещей, присущие им от природы. Поэтому и общественное отношение производителей коллективности представляется им, находящимся вне их общественным отношениям вещей. Вследствие такого куит-прокво продукты труда становятся товарами, вещами чувственно-сверхчувственными или общественными. Так и световое воздействие вещи на зрительный нерв воспринимается не как субъективное раздражение самого зрительного нерва, а как объективная форма вещи, находящаяся вне глаз. Но при зрительных восприятиях свет действительно отбрасывается одной вещью, внешним предметом, на другую вещь – глаз. Это физическое отношение между физическими вещами. Между тем, товарная форма и то отношение стоимости и продуктов труда, в котором она выражается, не имеют решительно ничего общего с физической природой вещей и вытекающими из нее отношениями вещей. Это лишь определенное общественное отношение самих людей, которое принимает в их глазах фантастическую форму отношения между вещами. Чтобы найти аналогию этому, нам пришлось бы забраться в туманной области религиозного мира. Здесь продукты человеческого мозга представляются самостоятельными существами, одаренными собственной жизнью, стоящими в определенных отношениях с людьми и друг с другом. Такую же роль в мире товаров играют продукты человеческих рук. Это я называю фетишизмом, который присущ продуктам труда, раз только они производятся как товары, и которые, следовательно, неотделимы от всякого товарного производства. Этот фетишистический характер товарного мира порождается, как уже показал предшествующий анализ, своеобразным общественным характером труда, производящего товары. Предметы потребления становятся вообще товарами лишь потому, что они суть продукты независимых друг от друга частных работ. Комплекс, совокупность этих частных работ образует совокупный труд общества, так как производители вступают в общественный контакт, соприкосновение между собой лишь в обмене продуктами своего труда, то и специфический общественный характер их частных работ проявляется только в рамках этого обмена. Другими словами, отдельные частные работы фактически реализуются лишь как звенья совокупного общественного труда, реализуются в тех отношениях, которые обмен устанавливает между продуктами труда, а при их посредстве и между самими производителями. Поэтому последним общественные отношения их частных работ кажутся именно тем, что они представляют на самом деле. То есть не непосредственно общественными отношениями самих лиц и их работ, а напротив, вещными отношениями лиц и общественными отношениями вещей. Лишь в пределах обмена продукты труда получают общественно равную субстанцию стоимости, обособленную от их чувственно различных потребительных субстанций. Это расщепление продукта труда на полезную вещь и вещь, воплощающую стоимость, осуществимо на практике лишь тогда, когда обмен уже приобрел достаточные размеры и достаточную важность для того, чтобы полезные вещи можно было производить специально для обмена. А потому характер вещей как стоимости принимается во внимание уже при самом их производстве. С этого момента частные работы производителей действительно получают двойственный общественный характер. С одной стороны, как определенные полезные работы они должны удовлетворять определенной общественной потребности и таким образом должны оправдать свое назначение в качестве подразделений совокупного труда, естественно, выросшего в систему общественного разделения труда. С другой стороны, они удовлетворяют лишь разнообразные потребности своих собственных производителей, поскольку каждый особенный вид полезного частного труда может быть обменен на всякий иной особенный вид полезной частной работы и, следовательно, равнозначен последнему. Равенство работ во всех отношениях, различных друг от друга, может существовать лишь в отвлечении от их действительного неравенства, в сведении их к тому общему характеру, которому они обладают как затраты человеческой рабочей силы, абстрактно-человеческого труда. Мозг частных производителей только отражает этот двойственный общественный характер их частных работ и при том в тех формах, какие он принимает в обыденной практической жизни, в обмене продуктов. Общественно полезный характер частных работ отражает в той форме, что продукт труда должен быть полезен, но не для самого производителя, а для других людей. Общественный характер равенства разнородных работ отражает в форме, принадлежащего этим материально различным вещам, продуктам труда, общего свойства быть стоимостью. Следовательно, люди сопоставляют друг с другом продукты своего труда как стоимости не потому, что эти вещи являются для них лишь вещественными оболочками однородного человеческого труда. Наоборот, приравнивая друг к другу в обмене разнородные продукты как стоимости, они тем самым приравнивают друг к другу свои различные работы, как человеческий труд вообще. Они не сознают этого, но они это делают. Таким образом, у стоимости не написано на лбу, что она такое. Более того, стоимость превращает каждый продукт труда в таинственный общественный иероглиф. Впоследствии люди стараются разгадать смысл этого иероглифа, проникнуть в тайну своего собственного общественного продукта, потому что определение предметов потребления как стоимости есть общественный продукт людей не в меньшей степени, чем, например, язык. Позднее научное открытие, что продукты труда, поскольку они суть стоимости, представляют лишь вещественное выражение человеческого труда, затраченного на их производство, составляет эпоху в истории развития человечества. Но оно отнюдь не уничтожает вещный видимости общественного характера труда. Лишь для данной особенной формы производства, для товарного производства, справедливо, что специфический общественный характер независимых друг от друга частных работ состоит в их равенстве, как человеческого труда вообще, и что он принимает форму стоимости продуктов труда. Между тем, для людей, захваченных отношениями товарного производства, эти специальные особенности последнего, как до, так и после указанного открытия, кажутся имеющими всеобщее значение, подобно тому, как свойства воздуха, его физическая и телесная форма, продолжают существовать, несмотря на то, что наука разложила воздух на его основные элементы. Практически лиц, обменивающихся продуктами, интересует прежде всего вопрос, сколько чужих продуктов можно получить за свой. То есть, в каких пропорциях обмениваются между собой продукты. Когда эти пропорции достигают некоторой прочности и становятся поэтому обычными, тогда кажется, как будто они обусловливаются самой природой продуктов труда. Так, например, равная стоимость одной тонны железа и двух унций золота воспринимается совершенно так же, как тот факт, что фунт золота и фунт железа имеют одинаковый вес, несмотря на различие физических и химических свойств этих тел. В действительности, характер продуктов труда как стоимостей фиксируется лишь путем их реализации как стоимостей определенной величины. Величины стоимостей непрерывно изменяются, независимо от желания, предвидения и деятельности лиц, обменивающихся продуктами. В глазах последних их собственное общественное движение принимает форму движения вещей, под контролем которого они находятся, вместо того, чтобы его контролировать. Необходимо вполне развитое товарное производство для того, чтобы из самого опыта мог вырасти научный взгляд, согласно которому отдельные частные работы, совершаемые независимо друг от друга, но всесторонне связанные между собой, как звенья естественно выросшей системы разделения труда, постоянно приводятся в определенных пропорциях к своей общественной мере. Для этого необходимо вполне развитое товарное производство, потому что рабочее время, общественно необходимое для производства продуктов, обнаруживается как насильственно действующий закон природы лишь среди случайных и постоянно колеблющихся миновых отношений между продуктами, подобно тому, как обнаруживается, например, закон тяготения, «когда дом рушится на чью-нибудь голову». Определение величины стоимости рабочим временем есть поэтому тайна, скрывающаяся под видимым для глаз движением относительных товарных стоимостей. Открытие этой тайны устраняет кажущуюся случайность в определении величины стоимости продуктов труда, но отнюдь не устраняет ее вечной формы. Размышления над формами человеческой жизни, а следовательно и научный анализ этих форм, избирают, вообще говоря, путь, противоположный и к действительному развитию. Оно начинается потом, впоследствии, то есть происходит из готовых результатов процесса развития. Формы, налагающие на продукты труда, печать товара и являющиеся поэтому предпосылками обращения товаров, успевают уже приобрести прочность естественных форм общественной жизни к тому времени, когда люди делают первую попытку дать себе отчет не в историческом характере этих форм, последние уже приобрели для них характер непреложности, а лишь в их содержании. Таким образом, лишь анализ товарных цен привел к определению величины стоимости, и только общее денежное выражение товаров дало возможность фиксировать их характер как стоимости. Но та же самая законченная форма товарного мира, его денежная форма, набрасывает вещественную вуаль на общественный характер частных работ, а следовательно и на общественные отношения частных работников, вместо того, чтобы раскрыть эти отношения во всей чистоте. Когда я говорю «сюртук», «сапог» и так далее относятся к холсту как «всеобщее воплощение абстрактного человеческого труда», то нелепость этого выражения бьет в глаза. Но когда производители сюртуков, «сапог» и так далее относят эти товары к холсту или что не изменяет дело к золоту и серебру как всеобщему эквиваленту, то отношение их частных работ к совокупному общественному труду представляется им именно в этой нелепой форме. К подобного рода формам и сводятся категории, основные понятия буржуазной экономии. Это общественно значимые, следовательно, объективные формы мысли в рамках производственных отношений данного исторически определенного общественного способа производства, товарного производства. Весь мистицизм товарного мира, все чудеса и привидения, окутывающие продукты труда при господстве товарного производства, все это немедленно исчезает, как только мы переходим к другим формам производства. Так как политическая экономия любит робинзонады, то пусть и на нашем острове прежде всего появится робинзон. Как ни скромен он в своих привычках, он все же должен удовлетворять разнообразные потребности и потому должен выполнять разнородные полезные работы, делать орудия, изготовлять мебель, приручать ламу, ловить рыбу, охотиться и так далее. О молитве и тому подобном мы уже не говорим, так как наш робинзон находит в ней удовольствие и рассматривает такого рода деятельность как отдых от работ. Несмотря на разнообразие его производительных функций, он знает, что все они суть лишь различные формы деятельности одного и того же робинзона, следовательно, лишь различные виды человеческого труда. Под давлением необходимости он должен точно распределять свое рабочее время между различными функциями. Больше или меньше места займет в его совокупной деятельности та или другая функция, зависит от того, больше или меньше трудностей придется ему преодолеть для достижения данного полезного эффекта. Опыт учит его этому. И наш робинзон, спасший от кораблекрушения часы, грузбух, чернила и перо, тотчас же, как истый англичанин, начинает вести учет самому себе. Его инвентарь содержит перечисление предметов потребления, которыми он обладает, различных операций, необходимых для их производства, на конец рабочих часов, которых ему в среднем стоит изготовление этих различных продуктов. Все отношения между Робинзоном и вещами, составляющими его самодельное богатство, настолько просты и прозрачны, что даже господин Маркс Вирт сумел бы уразуметь их без особого напряжения ума. И все же в них уже заключаются все существенные определения стоимости. Но оставим светлый остров Робинзона и перенесемся в мрачное европейское средневековье. Вместо нашего независимого человека мы находим здесь людей, которые все зависимы. Крепостные и помещики, вассалы и сеньоры, миряне и попы. Личная зависимость характеризует тут общественные отношения материального производства в такой же степени, как и иные, воздвигнутые на этой основе сферы жизни. Но именно потому, что отношения личной зависимости составляют основу данного общества, отдельным работам и продуктам не приходится принимать отличную от их реального бытия фантастическую форму. Они входят в круговорот общественной жизни в качестве натуральных служб и натуральных повинностей. Непосредственно общественной формой труда является здесь его натуральная форма, его особенность, а не его всеобщность, как в обществе, покоящемся на основе товарного производства. Барщинный труд измеряется временем точно так же, как и труд, производящий товар. Но каждый крепостной знает, что на службе своему господину он затрачивает лишь определенное количество своей собственной личной рабочей силы. Десятина, которую он должен уплатить попу, есть нечто несравненно более отчетливое, чем то благословение, которое он получает от попа. Таким образом, как бы мы не оценивали те характеристичные маски, в которых выступают средневековые люди друг по отношению к другу, несомненно, во всяком случае, что общественные отношения лиц в их труде проявляются здесь именно как их собственные личные отношения, а не облекаются в костюм общественных отношений вещей, продуктов труда. Для исследования общего, то есть непосредственно обобщественного труда, нам нет надобности возвращаться к той его первобытной форме, которую мы встречаем на пороге истории всех культурных народов. Более близкий пример дает нам деревенская патриархальная промышленность крестьянской семьи, которые производят для собственного потребления хлеб, скот, пряжу, холст, предметы одежды и так далее. Эти различные вещи представляют для этой семьи различные продукты ее семейного труда, но они не представляют друг для друга товаров. Различные работы, создающие эти продукты, обработка пашни, уход за скотом, придение ткачества, партняжества и так далее, являются общественными функциями в своей натуральной форме, потому что это функции семьи, которая обладает подобно товарному производству своим собственным, естественно выросшим разделением труда. Различие пола и возраста, а также изменяющиеся со сменой времен года природные условия труда регулируют распределение труда между членами семьи и рабочее время каждого отдельного члена. Но затраты индивидуальных рабочих сил, измеряемые их продолжительностью, уже с самого начала придают этим работам общественный характер, так как индивидуальные рабочие силы с самого начала функционируют здесь лишь как органы совокупной рабочей силы семьи. Наконец, представим себе для разнообразия союз свободных людей, которые работают при помощи общих средств производства и сознательно затрачивают свои различные индивидуальные рабочие силы как одну общественную рабочую силу. Все определения робинзоновского труда повторяются здесь, но в общественном, а не в индивидуальном масштабе. Все продукты труда робинзона были исключительно его личным продуктом и, следовательно, непосредственно предметами потребления для него самого. Весь продукт союза свободных производителей есть общественный продукт. Часть этого продукта в свою очередь служит средством производства. Она остается общественной, но другая часть потребляется отдельными членами союза как средство существования. Следовательно, она должна быть распределена между ними. Способ этого распределения будет изменяться соответственно характеру самого общественно-производственного организма и ступени исторического развития производителей. Лишь для того, чтобы провести параллель с товарным производством, мы предположим, что доля каждого производителя в средствах существования определяется его рабочим временем. При этом условии рабочее время играло бы двоякую роль. Его общественно-планомерное распределение устанавливает надлежащие отношения между различными трудовыми функциями и различными потребностями. С другой стороны, рабочее время служит вместе с тем мерой индивидуального участия производителей в совокупном труде, а следовательно и в индивидуально потребляемой части всего продукта. Общественные отношения людей к их работам и продуктам их труда остаются здесь прозрачно ясными как в производстве, так и в распределении. Религиозный мир есть только рефлекс реального мира. Для общества товаропроизводителей характерное общественно-производственное отношение которого состоит в том, что продукты труда являются здесь для них товарами, то есть стоимостями, и что отдельные частные работы приравниваются здесь друг другу в этой единообразной форме, как одинаковый человеческий труд, для такого общества наиболее подходящей формой религии является христианство с его культом абстрактного человека, в особенности в своих буржуазных разновидностях, каковы протестантизм, деизм и так далее. При древнеазиатских, античных и тому подобных способах производства, превращения продукта в товар, а следовательно и бытие людей, как товаропроизводителей, играют подчиненную роль, которая, однако, становится тем значительнее, чем далее зашел упадок общинного уклада жизни. Народы торговые в собственном смысле этого слова существуют лишь в между мировых пространствах старого мира, как боги Эпикура или как евреи в порах польского общества. Эти древние общественно-производственные организмы несравненно более просты и ясно по своему устройству, чем буржуазные, но они покоятся или на незрелости индивидуального человека, еще не оторвавшегося от пуповины естественно-родовых связей с другими людьми, или на непосредственных отношениях господства и подчинения. Условия их существования – низкая ступень развития производительных сил труда и соответственная связанность отношений людей в рамках процесса, созидающего их материальную жизнь, а вместе с тем связанность всех их отношений друг к другу и к природе. Эта реальная связанность отражается идеально в древних естественных и народных религиях. Религиозное отражение действительного мира может вообще исчезнуть лишь тогда, когда отношения практической повседневной жизни людей будут выражаться в прозрачных и разумных связях их между собою и с природой. Строй общественного жизненного процесса, то есть материального процесса производства, сбросит себя мистическое туманное покрывало лишь тогда, когда он станет продуктом свободно обобществившихся людей и будет находиться под их сознательным планомерным контролем. Но для такого общества необходима определенная материальная основа или ряд определенных материальных условий существования, которые в свою очередь представляют естественно выросший продукт длинного и мучительного процесса развития. Правда, политическая экономия анализировала, хотя и недостаточно, стоимость и величину стоимости, и раскрыла скрытое в этих формах содержание, но она ни разу даже не поставила вопроса, почему это содержание принимает такую форму. Другими словами, почему труд выражается в стоимости, а продолжительность труда, как его мера, в величине стоимости продукта труда. Формулы на лбу, которых написано, что они принадлежат такой общественной формации, где процесс производства господствует над людьми, а не человек над процессом производства. Эти формулы представляются ее буржуазному сознанию чем-то само собой разумеющимся, настолько же естественным и необходимым, как сам производительный труд. Добуржуазные формы общественного производственного организма третируются ею, поэтому приблизительно в таком же духе, как дохристианские религии, отцами церкви. До какой степени фетишизм, присущий товарному миру или вещественная видимость общественных определений труда, смущает некоторых экономистов, показывает, между прочим, скучный и бестолковый спор их относительно роли природы в процессе созидания миновой стоимости. Так как миновая стоимость есть лишь определенный общественный способ выражать труд, потраченный на производство вещи, то, само собой, разумеется, в миновой стоимости содержится не больше вещества данного природы, чем, например, в вексельном курсе. Так как товарная форма есть самая всеобщая и неразвитая форма буржуазного производства, вследствие чего она возникает очень рано, хотя и не является в прежней эпохе такой господствующей, а, следовательно, характерной, как в наши дни, то ее фетишистический характер еще сравнительно легко разглядеть, но в более конкретных формах исчезает даже эта кажущаяся простота. Откуда возникают иллюзии монетарной системы? Из того, что она видела в золоте и серебре как деньгах не выражение общественно-производственного отношения, а лишь форму природных вещей с очень странными общественными свойствами. А возьмите современную политическую экономию, которая с таким величавым пренебрежением посматривает на монетарную систему. Разве ее фетишизм не становится совершенно осязательным, как только она начинает исследовать капитал? Давно ли исчезла иллюзия физиократов, что земельная рента вырастает из земли, а не из общества? Но, чтобы не забегать вперед, мы ограничимся здесь еще одним примером, касающимся самой товарной формы. Если бы товары обладали даром слова, они сказали бы, наша потребительная стоимость, может быть, интересует людей, нас, как вещей, она не касается. Но что принадлежит нашей вещественной природе, так это стоимость. Наше собственное обращение в качестве вещей товаров служит тому лучшим доказательством. Мы относимся друг к другу лишь как миновые стоимости. Послушаем теперь, как эта душа товара вещает устами экономиста. Стоимость, миновая стоимость, есть свойства вещей, богатство, потребительная стоимость, есть свойства человека. В этом смысле стоимость необходимо предполагает обмен, богатства же нет. Богатство, потребительная стоимость, есть атрибут человека, стоимость атрибут товара. Человек или общество богаты, жемчуг или алмаз драгоценны, жемчуг или алмаз имеют стоимость, как жемчуг и алмаз. До сих пор еще ни один химик не открыл в жемчуге и алмазе миновой стоимости. Однако экономисты-изобретатели этого химического вещества, обнаруживающие особое притязание на критическую глубину мысли, находят, что потребительная стоимость вещей не зависит от их вещественных свойств, тогда как стоимость присуща им, как вещам. Их укрепляет в этом убеждении то удивительное обстоятельство, что потребительная стоимость вещей реализуется для людей без обмена, то есть в непосредственном отношении между вещью и человеком, тогда как стоимость может быть реализована лишь в обмене, то есть в известном общественном процессе. Как не вспомнить тут добряка Догберри, который поучает ночного сторожа Сикуля, что счастливая наружность есть дар обстоятельств, а искусство читать и писать дается природой. Шекспир много шума из ничего. шума шума